Всем привет, с вами Марс. Сегодня я вам покажу мод под названием Броня Асгарда. Ссылка будет в описании. Мы находимся в залах небожителей. Мод добавляет огромную локацию, которую придется пройти. В ней нету квеста, но она полна ловушками и сильными врагами. И опционально автор просит, чтобы проходили эту локацию на 25 уровне. Огромная локация с кучей ловушек, всяких разных загадок и прочей херни. Но самым важным аспектом является вот этот зал. Суть в чем? Вот в этом сундуке лежит обычная железная броня. Этот мод создает огромное-огромное множество вариантов этой брони. То есть в каждом из этих сундуков тут вот допустим знамена, которые цепляются на спину. Потом различные воротники различных цветов. Потом пояса, которые я уже отсюда позабирал. Еще пояса. Различные. Кошельки вот такие. Трофеи в виде голов различных там животных или, например, как рука великана. Флаги, то он щепляется вместо знамен на спину. Различных городов, также Далмара. Наплечники правый и левый. Они одинаковые, но можно на правой, допустим, надеть вот черепушку тролля, а на левый там олень и череп. То есть довольно интересная настройка, и вы это все комбинируете сами. Вот плащ такие, как бурый, белый или черный, который я уже себе забрал. Меховые накидки. Различные варианты шлемов. То есть мы одеваем шлем, и мы одеваем какой-то капюшон на него. В виде головы какого-то из зверей, например. Потом также щиты можно вместо флагов одевать. Эти щиты чисто визуальные, но, как видите, также щиты различных городов. И левый наплечник, также самопредставленный в тех же самых вариациях, что и правый. Различное-различное множество кастомизаций для вашей брони позволяет вам создавать что-то уникальное. Что-то, что-то вот такое, вот, например. То есть, как вы видите, у меня использован древний нордский шлем. На нем капюшон в виде головы и медиа. Воротник в виде его лап. Наплечники с драконьими черепами. На перчатках привязаны клинки. Обычные ножи, которые помогают в рукопашном бою. Плюс сзади рюкзак походный. Кошелек, трофей в виде головы снежного волка. Вот такой вот аксессуар в виде черепа. И они все имеют различные свойства. То есть, они все зачарованные. И представляют собой огромный набор для кастомизации ваших доспехов. Но учтите то, что можно кастомизировать только стандартные доспехи, которые будут лежать вот здесь. Допустим, диетрическим доспехом это не прицепится. Точнее, прицепится, но не скомпанируется. В инвентаре это выглядит следующим образом. Как вы видите, броня Асгарда это обычный железный доспех. Ну, довольно прочный. Чтоб сказать. Воротник. Воротники разные. Кошельки. Наплечники. Меховые накладки. Вот кинжалы, которые привязываются. Можно привязать, например, когти. Видите, они все имеют зачарование или топоры. Снегоступы. Ну, я привязал шпонку к лошади. На перчатки. Также вот придется потом скомпанировать это все. А это перчатки будут как бы одним видом. Вот видите, различные такие аксессуары к поясам. И уникальное зачарование. Которого в Skyrim'е сама по себе нет. Вот. Пояса различные. То есть, наплечники. Насколько я знаю, это все можно зачаровать по-своему. То есть, наплечники, сапоги. И там, различные приколюхи. Вот так вот оно все выглядит. Мод довольно достойный. Кстати, он подходит чуть бы не идеально к Skyrim'у. Потому что это все в духе, в стилистике. Советую его сочетать с модом Frostfall. Потому что тут многие накладки, они меховые. То есть, защищают от холода. Плюс, плащи имеют само по себе защиту от холода. И это все будет органично смотреться на выживании в Skyrim'ских землях. Мод довольно интересный. Ссылка будет в описании. Там написано моды, которые советуют поставить. Я, например, ничего не ставил. Вот. Это все работает на стандартной версии. Что ж. Не забывайте. Это все находится... Это все находится в залах небожителей. То есть, недалеко от форта Хракстад. И вот, например, вам ориентир Solitude. Талморское посольство. Как-то так. Что ж. Приходим к следующему моду. Да, прошу прощения. Забыл кое-что. После того, как вы попадете в этот зал. Соберете себе доспехи. Вы можете, блин. Собрать буквально все отсюда. Можете его не собирать. Можете носить вот так вот, как я сейчас. То есть, по отдельным частям. После этого подходите к статуе. И комбинируйте вещи. Например, перчатки. Скомбинируется. И комбинировать вещи. Также броню. Как видите, оно все компонируется. Постепенно. Вот. Броня создана. Теперь оно, как бы, все будет работать в одном файле. И, как бы, и вот, допустим, и все. Вот как-то так. Видите, это все довольно удобно. Плюс зачарования никуда не деваются. Оно все есть. Оно все просто собралось в один файл. Чтобы не занимать вам уйму места в инвентаре. То есть, оно почти ничего не весит. Но, тем не менее. Ну, как хотите. Можете собирать. Можете нет. Это дело ваше. Что ж. Вот теперь действительно переходим к следующему моду. Итак. Наш следующий мод. Поместье Elysium. Довольно-таки приятный домик. Как снаружи, так и внутри. Тут много опциональных дополнений. Которые подстраиваются к самому игроку. То есть, после того, как вы установите дополнение Hedgefire и, ну, Dragonborn и Стражи Рассвета, то есть Даунгард, у вас появятся дополнительные возможности. То есть, как разместить гроб там на верхних этажах, так и вот завести свое хозяйство и перевести сюда, допустим, жену или детей. А теперь давайте-ка посмотрим на этот домик изнутри. Вот мы, собственно, и внутри. Ключа у вас от этого дома не будет. Вам придется его найти. Записка будет лежать у двери. Точнее, там скрая на полочке. И вот чем нас встречает дом у самого входа. Обильная растительность. Полно всяких красивых и не очень растений. Освещение прекрасное. Видите, даже фонтанчик есть. Такого, скорее, я пока еще не видел. Великолепный интерьер, на самом деле. Картины. Все это автор постарался на славу. Таким людям надо быть дизайнерами, на самом деле. Хотя про автора я ничего не знаю. Может быть, он на самом деле дизайнер. Что ж, давайте осмотрим первый этаж. Я вам плавно покажу весь дом. Тут у нас будет спуск в подвал. Дверь. Странная дверь. Которая не откликается. Ну и черный с ней. Тут у нас находится гостевая комната. Тут мы можем разместить как наверняка своих детей. Так и своих помощников. Тут ванная находится. Довольно красиво все сделано. А за следующими дверьми выход в Скорин. Этакий задний вход в это поместье. Довольно-таки интересное решение. Несколько входов в дом. Ну как поместье оно великолепно действительно. Птички тут различные. Прикольно все выглядит. Очень даже. Теперь давайте посмотрим на второй этаж. То есть, как бы нам все тут понравилось. Вот даже интересные такие вот хранилища для одежды. То есть, все уже текстурировано, красиво. То есть, вроде как обычные сундуки, но, тем не менее, все интересно и очень красиво. Двигаем ко второму этажу. На втором этаже тоже очень много разной зелени. Тут у нас обилие книжных полок. Какие-то книжцы с тайными знаками. То есть, это все текстуры, но это все очень-очень красиво и очень стильно сделано. Тут у нас стол для свитков, для дневников. Как видите, для книг. Все очень интересно. Автор постарался на славу. Когда это все делал. Тут у нас находится еще одна такая небольшая комнатка с ванной. Довольно все интересно. То есть, как вы видите, открыть-перекрыть. А, вода, смотрите, вода работает. Классно. Мыло. Такой мывальничек. Круто. Все очень круто. Тут у нас, я так понимаю, наша спальня. Несколько витрин. Смотрю. Для амулетов, для колец. Все отдельно. Робы. Все подписано. Шикарно. Вот это, я так полагаю, наш оружейный тайник. Да, как видите, он за решеткой. Тут мы можем повесить различные амулеты. Все очень и очень интересно. Сокровищница и какое-то уникальное оружие. Да, вот как, например, для моего костяного меча. Все очень красиво. Теперь... Давайте-ка пройдем дальше. поместим. Поместим. По крайней мере, мне. Что ж, на первом, на втором этаже мы все посмотрели. Теперь давайте-ка отправимся в подвал. Как бы... Как бы обилие святилищ. Который, я думаю, мододелы любят очень запихивать свои дома. Причем ни один, ни два, так как было на верхнем этаже. Там, где одно святилище кинореты. Довольно красивая молитвенная комната. Но... Я думаю, это мы все еще увидим впереди. Алхимическая лаборатория. Да, все тоже очень красиво. Текстурировано, красиво. Посмотрите, яды, зелья, лаборатория. Красивые подставки, кстати. Вот стоит Каспригана. Рисунки везде. Красивые, прикольные. Ага, вот. Вот оно. Различные святилища. Ну, это не сказать, чтобы прям минус огромный. Ну, просто это слегка банально. Тут у нас... Именно оружейное. Красивый вид. Тут у нас сохранятся зелья, тоже повсюду книжки. Красивые текстуры. Посохи, видите. Все текстурировано очень красиво. Неплохо все сделано. Очень даже неплохо. Кузнечное дело на переплавку. Кожевное дело. Материалы для хедж-фая. Опять же, кузнечное дело. Тут, я подозреваю, да, легкая броня, тяжелая броня. Крупная колода. Да, и тут все необходимое для крафта вещей. Кузница, плавильня, точильный верстак. Все очень красиво, очень интересно. Что у нас на другой стороне? А другая сторона нас встречает обилием витрин. Витрин и различных стендов для оружия. Вот это что интересно? А, это различные артефакты сюда можно положить. Очень интересно, кстати. Двемерский куб-головоломка, корона-барензии. Интересно. Подставки для когтей. То есть, как видите, автор все рассчитал. Красивый тоже фонтан такой. А это? А-а-а. Это подставки для драконих масок. Тоже довольно интересно все сделано. Мог бы бюсты поставить по банальным. Ну, а сделало так. Довольно интересно. Тут у нас... Ага. Тут у нас кинжалы. Да, стойка для кинжалов. Интересно. Только вот это вот. Ладно. Легкий недочет, подумаешь. О, абонитовая кольчуга. Это мы положим, пускай будет. То есть, это все интересно. Как вы видите, тут различные-различные артефакты. Дейдрические будут у нас располагаться. Дом великолепен на самом деле. Мне все очень-очень понравилось. Я сюда еще зашью пару модов, которые позволят мне сюда переселить семью. И, пожалуй, оставлю себе этот домик. Что ж, вот такие моды мы сегодня рассмотрели. Это была броня, Асгарда и поместье Элизиум. Всем спасибо. С вами был Марс. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Отписывайте комментарии. С новыми интересными модами, которые хотите, чтобы я рассмотрел. Всем спасибо. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok